Всепоглощающая любовь, терпение и доброта, нежность и ласка – это слова о матерях, которые отдают детям каждый час и день своей жизни. День матери – великий праздник для всех времен, для всех народов, поэтому и традиция – чествовать женщин, матерей, воспитывающих троих, четверых, шестерых, детей на самом высоком уровне в зале приема Брестского горосполкома стала доброй традицией. Сегодня мы делаем очень много для наших многодетных семей. Это и всевозможные пособия, это и поддержка к школе, это и строительство жилья, и дополнительный выходной день, который сегодня есть возможность у наших многодетных семей воспользоваться. Это и всевозможная помощь наших спонсоров, которые, как и сегодня вы убедились, всегда оказывают поддержку. Это и возможность, наверное, просто где-то отдохнуть вместе. И самое главное, что мы сохраняем наши традиции, наши заложенные на генетическом уровне приемственность семье, к любви к детям. И дай Бог, чтобы всегда так было, и самое главное – под мирным небом. Великий дар быть современной женщиной и матерью, но берестейские дамы достойно справляются с поставленными перед ними задачами. Они независимы, умны. От кухонной плиты пришли в школы и медицинские учреждения на границе, в строительную отрасль. Но вместе со всем вышеперечисленным современная женщина не забывает о своем высшем предназначении. Она рожает и растит детей, успевает ухаживать за ними, за мужем, за собой. А еще сильная половина человечества не может не заметить, и неоднократно это подчеркивает, что от того, что умеет современная женщина, зависит благополучие самых дорогих для нее в мире людей, зависит счастье семейной жизни. В этом у Ирины супруги – это латынник, воспитывающий пятерых деток, младший всего два месяца, и пока мама на торжестве, дочурка на попечении папы. Когда хорошее подспорье, надежная и крепкая опора государства, защита, помощь, когда домолюбящий муж, бабушки отзывчивые в помощи можно рожать. Это большая ответственность – помочь, встать на ноги детям. Но с женой подумали, решили все-таки. У нас, получается, третий-четвертый близнецы, поэтому немножко сложно было, когда они маленькие были. А сейчас уже. Просто немножко раньше надо вставать. И позже ложиться. И позже ложиться. А семейные обязанности как? Делите? Или у мамы свое, у папы свое? Нет, конечно. Нет, но мы стараемся все вместе. Если где-то нужна его мужская рука, то, конечно же, я туда не справлюсь с этим. Но воспитание детей, например, уборка, готовка – это всегда вместе, всегда рядом. А каким хочется видеть своих детей в будущем? Мечтаете о чем? Чего? Чтобы добились чего дети-то ваши? Во-первых, чтобы были благодарны. Во-вторых, да, чтобы были самостоятельные, стали на ноги, ни от кого не зависели. Как бы добились сами и хорошего положения, достатка. Чтобы людьми были порядочными. Добавить есть что? Нет, ты все правильно сказал. А вы любите свою супругу? Очень. У нас вчера было 17 лет совместной жизни. Какие вы уже почти завершеннолетние, правда же. Да, да, поэтому вот итог наших 17 лет – это пятеро детей. Это своя квартира. Все хорошо, все хорошо. В праздничный день в адрес самых красивых и целеустремленных, самых активных и талантливых звучали слова поздравления от руководства города. Сергей Лободинский смог уделить внимание каждой, поприветствовать, поинтересоваться трудностями, поделиться и своим опытом воспитания детей. В семье городоначальника тоже трое детей. Мэр неоднократно подчеркивал, что женщины, семьи которых многодетные, конечно же, героини. Героини с особым шармом, с особым статусом. Конечно, равняюсь на свою супругу. И подтверждение тому, вот эти мамы и женщины, которые сегодня мы чествовали в праздник, подтверждение тому, что это женщина, как правило, с высшим образованием. Это самодостаточный человек, который уверенно в себе шагает с сознанием того, что она хочет добиться от завтрашнего. И, естественно, свои цели и задачи, даже если по ходу не получается профессионально завязать, понимая, что количество детей отвлекает большое внимание, она все свои задумки и идеи воплощает в детях. Вот я на примере своих детей скажу, что все, что не получилось, наверное, у нас, мы пытаемся вложить в наших детей. Конечно, дети должны быть всегда лучше родителей. Поэтому, а всем этим, наверное, повевает или накрывает в канун праздника покрова Просвятой Богородицы, это любовь, теплота и просто забота, материнская забота. Среди приглашенных дамы в погонах, они защищают наши границы и экономическую безопасность страны, занимаются воспитанием наших детей, растят своих. В первую очередь пытаюсь приявить к детям, это у них справедливость и ответственность за то, что вы совершаете. Всячески, ежедневно провожу с ними работу, что это нельзя делать, что можно делать, потому что по практике, когда наблюдаешь во время работы за детьми, видишь, что детям не хватает внимания родительского, так как родители в основном работают, так же, как и я работаю, но в то же время нужно понимать, что телефон не заменит ни одного из родителей, что нужно уделять личное время и внимание своим детям. Вы такая, наверное, мама милиционист, что ли? Да, честно, строгая, пытаюсь, по крайней мере, быть, потому что считаю, что даже если кто-то из моих детей совершает что-то нехорошее, я всячески пытаюсь сначала им объяснить, то есть профилактирую, а потом уже, если не помогает, уже, как говорится, кнут и пряник. Хотелось бы выразить слова признательности, благодарности администрации города Бреста за проведенное сегодня такое замечательное мероприятие. Ну и, конечно же, хотелось поздравить всех мам нашей страны с этим теплым, осенним и поистину семейным праздником с Днем Матери. И пожелать каждой маме женского счастья, тепла, домашнего уюта, душевной гармонии. И чтоб каждая мама всегда и везде могла себя чувствовать любимой и нужной. Ну а детки как можно чаще радовались своими достижениями и успехами. С праздником вас, дорогие мамочки! Все мы родом из детства. И в душе каждого из нас живет единственный неповторимый образ – образ матери. Наверное, поэтому День Матери отмечают святой православный праздник – покров Пресвятой Богородицы. А еще и потому, что без почтения к женщине-матери не будет крепкой основы государства, в котором мы живем. Моя, моя мама, ты, ты мой ангел, моя, моя мама, очень любит тебя. Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинев, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.